Сегодня разберемся, как выбрать зонт-автомат. Когда руки заняты, а дочь застал врасплох, спасает легкое нажатие на кнопку. Удобный зонт имеет не только плюсы, но и минусы. Больший вес. На что обратить внимание при выборе чудо-зонтика? Зонт-автомат открывается автоматически нажатием кнопки. Здесь тоже идет материал полиэстер. Кнопку вы определяете просто нажатием. То есть ход должен быть плавный, зонт открывается, он не выстреливает, он открывается плавно и закрывается тоже плавно. Обратите внимание на стержень зонта. В складных моделях он должен быть многогранным, а не круглым. Чем больше грани, тем он прочнее. Более надежным считается стальной стержень по сравнению с алюминиевым и пластмассовым. Эти материалы самые легкие, но не такие устойчивые. Чтобы проверить прочность, нужно несколько раз открыть, закрыть зонт и немного потрясти. Зонты от двух до пяти сложений. Как правило, в обиходе используются в три сложения зонты. Механические уже полуавтоматы и автоматы. Пять зонтов – это зонт очень легкий, он очень компактный, самый компактный зонт, но он такой не для ежедневного использования. Купол зонта может быть оснащен специальными пружинами. Существует мнение, что они помогают зонту при порывах ветра вернуться в исходное положение, как система антиветер. Но это не так. Они облегчают открытие и закрытие зонта. За противостояние ветру отвечают спицы. Вот здесь идет углепластик. На конце каждой спицы сами стальные, как и стержень. Просто они есть еще окрашенные, не окрашенные. На конце каждой спицы есть углепластик, который при небольшом порыве ветра, когда зонт выворачивается, он его возвращает в исходное положение. Сейчас в основном используется углепластик. Уже практически нет зонтов с цельнометаллическими спицами. Цельнометаллический зонт, он, во-первых, будет тяжелее за счет того, что углепластик достаточно легкий материал. Вот цельнометаллический спицы зонт немножко будет тяжелее, но при порывах ветра он у вас, спица будет сломана. Таким образом, внимательно осмотрите зонт и несколько раз откройте и закройте его. Механизм должен легко срабатывать, не болтаться и не иметь видимых повреждений. Определитесь с типом сложения зонта. Три – оптимальное количество. Осмотрите спицы. Чаще всего на концах используется углепластик. Он легко сгибается и возвращается в исходное положение. Теперь вы знаете, как выбрать зонт-автомат. Удачных покупок!